Работа домой! Эта эпичная перестрелка – лишь тренировка, обыденность для тех, кто служит в ОМОНе. Прежде чем приступить к задержанию реальных преступников, правоохранители отрабатывают каждый шаг, чтобы обезвредить нарушителей в считанные минуты, как в лучших триллерах. В их обязанности входит работа не только с опасными людьми, но и с опасными веществами. На счету российского ОМОНа десятки предотвращенных терактов. Обезвредить взрывное устройство может не каждый. Для этого существуют специальные инженерно-технические подразделения. Подойти к потенциальному взрывному устройству можно только в специальном костюме. Он защитит и от огня, и от осколков в случае детонации. Здесь не обойтись без собак. Четвероногие саперы играючи находят мины. В штате натренированы овчарки и лабрадоры. Без них не обходится ни одно массовое мероприятие. В помощь ОМОНовцам новейшее оборудование. Специальный передвижной комплекс «Каркас» сканирует содержимое объекта. А этот робот похожий на мини-танк комплекс МРК-15. Именно он уничтожает или эвакуирует взрывные устройства. За плечами сотрудников подмосковного ОМОНа и выезды в горячие точки и ликвидация организованной преступности. Поэтому каждый служащий еще и спортсмен. В графике регулярные тренировки. Алексей Фетисов обучает приемам самбо и дзюдо подмосковных правоохранителей. А в свободное от работы время успевает представлять подразделения на соревнованиях. Служба в данном подразделении мне позволяет не только служить, но и развиваться как спортсмену. Передавая свой опыт, я более глубоко погружаю в спорт, более глубоко понимаю спорт, ну и также преподаю все уроки своим сотрудникам. Еще одна ежедневная обязанность бойцов ОМОН – тренировки в тире. Умение стрелять на службе может пригодиться в любой момент. ОМОН «Русич» находится в деревне Ерино-Подольского городского округа. Но работают бойцы сразу в нескольких муниципалитетах, в том числе и в нашем. В этом году подразделению исполнится 28 лет.